Это финальный этап следственных оперативно-розыскных мероприятий отдела ФСБ по городу Анапа. Сотрудники ФСБ в кабинете старшего следователя отдела МВД Виталия Белоуса после получения им взятки в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги следователь получил от анавчанина Балаева через адвоката. По условиям сделки капитан юстиции за вышеуказанную сумму должен был закрыть уголовное дело. Потерпевший в вымогательстве обратился в прокуратуру и ФСБ. И как результат Виталий Белоус оказался на скамье подсудимых. Белоус Виталий Александрович признателен в новом совершении преступления предусмотрен частью 1 статьи 30 пункта 2, частью 5 статьи 290 уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначено наказание 3 года 8 месяцев решения свободы с решением права занимать должность в правоохранительных органах на государственной службе сроком на 3 года со штрафом дохода государства в размере 60-кратной суммы взятки 18 миллионов рублей с отбаванием наказания исправительной колонии справа в режиме. Меру преследования Белоус в виде содержания по стажам не изменяет до уступления приговора законную силу. Подсудимые наказания понятны? Да. Понятны. Сроки в жалоне понятны? Да. Понятны. Вы имеете право познакомиться с протоколом судебного заседания. Во время зачитывания приговора бывший старший следователь Виталий Белоус все время закрывал лицо листом бумаги и ухмылялся, поглядывая на адвоката, надеясь, что он опротестует решение суда в вышестоящих инстанциях, считая приговор несправедливым. Однако у гособвинителя на этот счет иное мнение. Сегодня Анапским городским судом подведен итог по рассмотрению уголовного дела по обвинению Белоус вынесен обвинительный приговор. Считаем данный приговор является законным, обоснованным. Судебное следствие шло не один день. В ходе судебного следствия были исследованы доказательства представленной стороной обвинения, так и стороной защиты тщательно, объективно. Считаем, что квалификация деяния подсудимого является законно обоснованной и судом вынесено законное наказание в виде лишения свободы. Считаем, что данный приговор все-таки является законным и не подлежит изменению. Штраф в размере 18 миллионов рублей за взятку в 300 тысяч – результат последних изменений в антикоррупционном законодательстве. Молодую семью Белоус ждет крах семейного бюджета из-за противоправных действий главы семьи.